Кстати, именно на площади перед зданием краевой администрации лучше всего наблюдать эстафету огня. 15 ноября пламя зимних Олимпийских игр в Сочи прибудет во Владивосток. Огонь поочередно понесут почти 200 факелоносцев. Среди них спортсмены, политики, общественные деятели, студенты и даже журналисты. Честь нести Олимпийский огонь выпала и мне. Для этого я еще полгода назад написала заявление в Олимпийский комитет. Попасть в факелоносцы, признаюсь, было непросто. Потребовалось заполнить огромное число анкет, составить резюме и в нем ответить на главный вопрос. Почему я достойна нести Олимпийский огонь? Отрезок, который предстоит пробежать, довольно маленький, всего 200 метров. Но подготовиться к нему все же стоит. Мы решили узнать, кто они, эти избранные факелоносцы Владивостока. И как готовятся к этому, несомненно, памятному событию в своей жизни. А сколько норма? Норма 12 клубов. За окном только начало светать, а он уже вышел на пробежку. Ежедневным забегом ни помеха, ни ветер, ни дождь, ни возраст. Александру Погаеву в этом году исполнилось 88 лет. Каждый пройденный километр скрупулезно записывает спортивный дневник. Пропусков в нем не бывает. А вот эти пропуски, то есть пропуски? Вот эти пропуски, это я работаю на даче. То есть там отрабатываете? Там отрабатываю, так. Ветеран Великой Отечественной войны начал бегать почти 30 лет назад, когда почувствовал сердечную боль. Поговорка «бег – это жизнь» оправдала себя. Недуг отступил. Но сбавлять обороты пенсионер не стал. Он выступал почти во всех мировых и всероссийских марафонах. Не пропускал дальневосточные спартакиады. Я на соревнованиях занимаю последнее место. Не хожу последним. Но всегда мне что-то чистят первым. Узнав, что зачислен по килоносце, Александр Михайлович стал тренироваться еще активнее. Привычные три километра заменил на пять. Дополнительные нагрузки прибавил и на турниках. 25 подходов на пресс, 50 приседаний, 50 отжиманий. И это лишь часть комплекса упражнений пенсионера. Пробежать 200 метров с прямой осанкой для пожилого человека – дело чести. Ко мне придут много моих друзей, с кем я бегаю. Много лет бегаю. Пожилые есть из них, до 70 лет есть. Вот, они меня будут сопровождать. Рядом со мной будут бежать. Вот так они договорились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова